Привет, друзья! Как обычно, новый день, новые приключения. Сегодня мы посмотрим некоторые интересные достопримечательности Лэя. Заедем на Muscle Beach, это где самые крутые когда-то бодибилдеры тренировались, тот же самый Арни, Арнольд Шварценеггер. Побываем в Golden Gym, это тренированный зал, который крутой. Также, возможно, встретимся с некоторыми еще блогерами, увидите сами, и побываем на супер крутой извилистой дороге, которую вы, наверное, очень много видели, разных личных клипов, также различных интересных сцен, когда люди падали. Это вторая дорога, она очень извилистая, интересная, поэтому не переключайтесь, будет интересно, я вам обещаю. Ставим лайки и подписываемся! О, смотри, сколько бомжей. Тут вообще с тренажеркой сразу живет. Вот вам, один из самых крутых тренажерных залов Golden Gym, и тут рядом сразу вам бомжи живут. У нас сегодня есть возможность пообщаться с спортфазой YouTube-каналу, и вот я хотел, кстати, вам показать интересное вот, вот эта дверь у человека, на самом деле. Интересная ситуация в LA, да? Бомжи и Golden Gym. Один из крутейших клубов, где много тренировалось и тренируются спор качков, бодибилдеров. А мы сейчас попробуем встретиться с Алексеем, спортфаза, и взять у него интервью и пообщаться с ним. Хочу сказать о том, что сейчас 11 часов и столько людей. Привет! Давно хотел познакомиться. Можешь представиться, если кто-то не знает тебя. Я думаю, ты медийная уже личность, но все же начнем с того, что расскажу немного о себе. Меня зовут Алексей Мокшин, я основатель проекта «Спортфаза». Это фитнес-проект, в основном ориентирован на бодибилдинге, но, в принципе, я стараюсь вплетать все разновидности железного спорта. Сколько уделяешь времени на тренировки? Ну, вообще, это в большей степени, конечно, лайфстайл уже. То есть ты полностью должен поменять свое мировоззрение, это становится часть своей ежедневной рутины, ежедневная мантра. То без чего ты уже не можешь. То есть я тренируюсь уже больше 10 лет, и для меня это уже как наркотик. Американцы говорят «iron addict», то есть зависимое от железа. Если ты не потренировался, все, ты себя дерьмово чувствуешь в течение дня. То есть мне нужно, я тренируюсь по утрам, я завтракаю, и мне нужно идти сразу на тренировку. Если я не иду на тренировку, то все, я как разбитая сопля, весь день вот это вот себя мотаю, накручиваю, в общем, у меня апатия, настроения нет. Вот. Ну, сколько в день, ну, я не знаю, сейчас я тренируюсь, сегодня, скорее всего, будет одна тренировка, но в последнее время я тренируюсь даже по два раза в день. То есть я прихожу утром тренируюсь, а потом еще и вечером два часа. То есть для обычного человека, конечно, это очень до хера, тем более, если есть полноценная основная работа с 9 до 6, это практически вообще невывозимо. Плюс еще, если добавить сюда полноценные восстановления, то есть сон 7-8 часов, плюс есть 5-6 раз, конечно, это как бы нереально совмещать это с какой-то работой. У меня это, моя форма, это часть, можно сказать, моей работы, то есть я должен соответствующе выглядеть. В общем, я сделал свое хобби своей работой. Это круто. Я этому очень рад, что у меня так получилось. Скажи, Алексей, а почему ты выбрал такой легендарный джимовский клуб, почему не другой? Есть же там еще плюшевая борода, он, правда, немножко дальше, я когда-то даже пару лет назад здесь объезжал и смотрел. Почему именно Golden Gym? Golden Gym, потому что это вообще изначально я ехал в Америку, чтобы попасть в Лос-Анджелес, в Лос-Анджелес, чтобы попасть в Golden Gym, чтобы тренироваться именно в Golden Gym. Для меня это была сама цель, вся Америка и вот это ее ядро, вот это ее центр, это ее сердце для меня, вот этот зал Golden Gym. Я даже и квартиру сейчас арендовал в непосредственной близости к этому залу, чтобы всегда он был под рукой, чтобы в любой момент быстренько можно было подскочить. Потому что это ядро, это ядро фитнеса, ядро бодибилдинга, здесь все, здесь все звезды, здесь все спортсмены, все фитнес-блогеры мирового масштаба, здесь атмосфера, здесь мотивация. Ну блин, это лучший зал, лучший зал для всех качков. Я уверен, все качки мира хотят тренироваться в этом зале, поэтому других вариантов быть не может. Как вот начать? Человек вот просто видит себя, он говорит, я хочу быть вот такой физической формой. Нужно определиться прежде всего действительно со своей мотивацией, нужно понять, как это ни странно, нужно сначала в голове это все проработает, нужно в голове понять, для чего тебе это нужно. Чтобы был четкий стержень, было четкое осознание того, для чего ты страдаешь. Потому что вы будете страдать, это нелегко. Это боль каждый раз, даже вот спустя 10 лет. Просто другое дело, что спустя 10 лет у меня я уже получаю удовольствие сатоматологическое какое-то от этого. Но все равно это та же самая боль. И люди, которые начинают, конечно, им очень тяжело справляться с этой болью. Поэтому нужно четко осознавать, для чего это все. Я не знаю, понравиться какому-то человеку, или сделать это для себя, или, я не знаю, со здоровьем проблемы, допустим, большой излишек веса, переживаете о том, что сердечный приступ получите от холестерина, или тромба, или там еще что-то. Или хотите хороший пример показать сыну, допустим, или дочке. На самом деле у всех своя история. Нужно четко понять, осознать вот эту вот цель. Когда она будет в голове, не цель, вернее, а вот для чего, для чего, why, зачем мне это все. Вот когда вот есть вот это вот зачем, тогда каждое утро, там, или каждый вечер, когда вы идете на тренировку, и вам тяжело себя заставить, вот вы, вам, все, одно предложение. И пошел работать. И пошел работать, да. То есть, а дальше, когда вы потренируете, переломите себя 3-4 недели, месяц. У кого-то, может, 2 месяца. Дальше вы уже втянетесь, и это уже станет, как почистить зубы. То есть, вы не можете, вы не можете пойти на работу, допустим, или девушка, она не может не умыться с утра, не помыть голову, не уложиться, не сделать макияж, не почистить зубы. Ну, как бы она себя дерьмово не чувствовала, где бы она не гуляла всю ночь, все равно, если она идет на работу, она проделывает вот эти вот все процедуры на 30-40 минут, на час, я не знаю. И тренировка должна стать, в конечном итоге, вот таким же обязательным действием, которое просто без вариантов. И когда это наступает, в этот момент, вы начинаете видеть результаты. Супер. Спасибо большое. Ну, вот так мы и пообщались с Алексеем, прикольный чувак. Вот, видите как, главное выбрать какую-то цель, идти к ней, и не бойтесь, неважно, это путешествие или это, опять же, занятием спортом, или вы хотите достичь какой-то цели финансовой состоятельности. Главное ее найти и идти к ней. Вам доказательства. Дорогу осилит идущий. А мы погнали дальше, друзья. Так, чувак что-то показывает. Вот чем-то. Пришел он отсюда, такой, давай я вас чем-нибудь научу. Дорога. 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 Это двойка дорога, где много чего снималось, клипы и всякие, всякие происходят спуски на роликах и, ну, вообще вот видите. Это, кстати, лес, национальный парк США. Да, да, сейчас посмотрим, что здесь вообще имеется. Здесь какой-то, типа, нарычуперский кафе. Приехали мы, и тут такое заведение, какой-то байкерский, ну, или кафешка, или просто такое место. Смотри, сколько всяких разновидностей. Какие тусовочки тут. Моторсайклс. Прикольно. Смотрите, мотик сразу можно ГЭСку купить. Пожалуйста, 19 турбасов. Воу, вот это, смотри, мотоциклетное кафе, смотри. Мотоджипи. Сразу все. Круто. Кепочку присмотрел сюда. Сюда, чтобы понтоваться. Да. Вот такую кепочку и ключ сюда надо таскать, что на виду. Это такие понты. Любитель эндуро. Мишка. За 30 баксов. Мы тусовочное место, где мотоциклисты проводят свой досуг. Ну, зато какая дорога, чтобы туда приехать. Это главное. Красивые места, конечно, здесь. Такие погонять на мотике, а сейчас супер. Двое. 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 ну тут долина ничего себе а там океан вот запахи здесь друзья просто божественные жарко но умеренно не так как было в неваде но виды видите как дорога идет а мы на высоте уже больше двух с половиной тысяч метров от уровня моря и конечно там не смотрите какой вид надо ли мы на вершине друзья вау и почти на самой верхней точке набрались мы сейчас пойдем скорее всего же спуск назад или вниз но это вторая дорога вот такая а там он океан под дымкой плохо видно но он там есть друзья тихий океан а а а а и 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 друзья вот такой есть автобус вот тут скорее все живут его же нельзя назвать что это бомб у него же есть свой дом да видите лестница наверху матрасы и вот прямо он живет на на нормальном месте короче это мускул бич мы на него добрались да тут движуха а вот там все тренажерные залы там качался армии тут просто просто чё-то такое центр мадрен сколько там людей смотрят как скейтеры катаются или какой интересный эти короче все интересно все движух и мы сейчас с вами пойдем я покупаю смотри какие black style тусуется вот так вот сразу раз и нарисовал тебе тренируется также нам круто друзья сейчас вообще на самом деле очень свежий воздух вот он бич паша пошел что-то мне как-то прохладно ветер каштует а мускул бич друзья это все че-то делают там подтягивают спортом занимает за эти луны там плане такой более спортивный гуляй сборок вот он легендарный мускул бич здесь значит тренажеры которых вытаскивают и человек на улице тренируется жара его добивает но и соответствовал сам себе сколько наград взято смотри 19-18 год мускул декабря он прикольно такой стильный стаканчик ах мог кепочку взять какую-то и даже подешевше наверно мускул бич Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас, да, как выйдет палаточный городок какой-нибудь, вон там, смотри, дом, тоже дом чей-то. Тачки стоят, наверное, здесь уже все пожизненно. Сан-Анджелеса, да. Не, это надо с бичами снимать. Найдем сейчас бичей, заснимем бичей. Да, да, это нормально сделано, считай. Велосипедный перевозной домик. Вот и живут люди с двумя собаками еще такими. Вот это прикольная тема, все вот эти скейты, самокаты электрические, но видите, как к ним относятся. Кинули все, как отработаны материалы, пошли дальше. Смотрите, чтобы вы понимали, вот мы за сегодня, сколько уже выкатали, 140 миль или по 200 миль? Мы заправили сегодня полный бак, у меня все уже. То есть мы проехали уже 220 миль, нам еще. Просто суть того, что к чему это я говорю, потому что такие пробеги здесь в Америке, просто огромнейшие. Куда ни поедь, везде 40-50 минут ехать, везде куда-нибудь 40 миль. Одна миля это, считай, одна минута, поэтому если 40 миль, то 40 минут, естественно, логично. Вот, и суть того, что вот сейчас нам ехать до центра 40 минут, потом еще домой 50 где-то, наверное, минут. И постоянно вот так фигачишь. Америка, она вот, как я уже ранее говорил, размазанная. Настолько вот, как по булке масло. Да, не сожалеют масло. Вот это рассадник. С собаками даже. Круто. Мне кажется, аллея звезд, друзья. Мы в Голливуде. Ищем, где сейчас приткнуться, припарковаться. Вот, друзья, аллея звезд Голливуда. Тут столько людей. Друзья, и не скажешь, что мы сейчас подходим к аллее звезд, главной улице Голливудской локации. Голливуд. 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 Если кто-то что-то приедет. Зарабатывать. Можно и на этой теме. Пойдем работать, факсон. Ну, а вот и пожалуйста. Вот теперь смотри, какие. Ты будешь знать. Шерик какой-то. Тут народу столько, друзья. Так, толстушки разошлись. Так, а это самая главная аллея. А сзади меня, друзья, кинотеатр, в котором показываются все самые новинки. Вот, пожалуйста, табличка Гарри Поттера, друзья. Вот так можно, смотрите, сделать спокойно, из ничего. Такое знаменитое место, в которое будут люди приходить, смотреть, фоткаться. И людей, я вам скажу, здесь просто дохренища. Паша, кого нашел? А я тебя не могу разобрать. Непонятно. Пошли по звездам тогда. Вот вам и новиночки фильмы, какие будут в скором времени. Ну, здесь, конечно, сколько территория занята вот этими всякими торгашами. Так, тут у нас супергерои, а это долгий театр, где вручает Оскар. Вот, друзья, все фильмы, которые получили Оскар, они тут, а. Маешься здесь, и ты такой, о, спасибо, это было так неожиданно. Спасибо, я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом голосовании. И ура, что я получил Оскар. Ну, примерно так происходит эта вся процедура. Ну, вы, наверное, видели. А кто-то получил Оскар, идет так, да. И то, как в спарте. А вот он ура! Сильный чувак, да? Такого увидел бы их. Мне кажется, я такую возил, потому что он такой здоровый конь. А, нет, такую я не возил. Только розовую. Думаю. Не, ну, дачка суперская. Кстати, друзья, она миллион долларов стоит. Эльдорадо. Такие как пули. Да, за угол, и все, и бомжи. Да. Неудавшиеся актеры. Там впереди, друзья, буквы Голливуда. И мы, к сожалению, не успели. И они не подсвечиваются. Поэтому красивого фото не получится. Но если кто хочет увидеть, как я ходил туда, посмотрите старых моих видео. Тебе не надоел, Максим еще? Даже некогда посмотреть видео. Я сижу, смотри, вечером видео. Что-то прокомментировать. Вот день, как обычно, подошел к концу. И мы уже отдыхать ложимся. И до новых встреч. Все, надо отдыхать. Что-то сегодня нету сил. Столько сегодня откатали. Вот жесток и всяких эмоций. Красивых мест, но на самом деле Что-то вот не хватает такого, чтобы взять и сказать Надо сделать выходные. Все, друзья. Спокойной ночи. Я пойду спать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин